Россиянкам не нужно высшее образование. Активно культивировать этот нарратив в России стали после того, как в сети начали массово появляться жалобы женщин. Многие из них вдруг осознали, куда именно отправил их мужей и сыновей Путин. И сразу же на различных психологов, политологов и блогеров была возложена миссия в легкой, ненавязчивой форме убеждать жительниц страны остановиться максимум на образовании среднем. Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом, по сути, ни к чему не приводит их. Они либо начинают работать совершенно по иным специальностям, либо еще что-то. И вот этот поиск себя, он затягивается на долгие года, и в результате выпускается вот эта бедеродная функция. При этом у многих так называемых экспертов женского пола имеются дипломы вузов. Некоторые из них даже доктора наук, родившие двух-трех детей. Человечество делало огромную ошибку, когда женщине дало образование. Когда мы даем женщине образование, мы пускаем в мир новую точку зрения, новые возможности, многозадачность. И это выводит ее семьи. Это гибель нашей культуры, это гибель нашей цивилизации. Вместо получения высшего образования, россиянкам советуют заводить семьи и повышать рождаемость. Ведь демографическая ситуация в России резко ухудшилась. Мы должны по призыву президента удвоить население России в ближайшие 50 лет двое. И заниматься этим, внушают на российском ТВ, следует едва ли не со школьной скамьи. Первого ребенка надо рожать 20 лет. Вы знаете, я с ней согласен. Советское акушерство и гинекология рассматривала женщин, которым 27 лет, как старородящих. Это вполне себе медицинская история. Мимоходом во время интервью упоминается и о том, как воспитывать детей. Но с маленькой ремаркой. Эксперты советуют, какие слова подбирать в процессе, пока глава семьи убивает украинцев. А что говорить мамам, своим детям, когда папу забрали по мобилизации туда? Что она гордится своим мужем, а он может гордиться своим отцом. У меня есть одна знакомая женщина, которая не так давно мне сообщила, радостно, блестя глазами, что ее муж уже в возрасте лет 40 пошел добровольцем. А потом ее глаза потускнели, погасли. Она опустила голову и сказала, а вот мой сын, которому за 20, он трус, он не пошел. Я восхитилась этой женщиной. Я уже знаю семьи, в которых отец ушел на фронт. Я говорю им, мамам говорю, что они должны своим детям рассказывать, какой у них прекрасный отец. Легко и непринужденно Ирина Медведева, называющая себя православным детским психологом, рассказывает о том, как детей с ранних лет готовить к тому, что они станут путинскими наемниками. К сожалению, очень часто и в школе, и дома об этом не говорят с подростками, забывая о том, что они уже не дети, а подростки, и что завтра они будут солдатами, если это мальчики. На плечи женщин российское государство возложило и обеспечение армии, чтобы недовольных граждан было меньше. Фиктивные звезды, как мантру, повторяют, что именно на женщинах и держится война, то есть им необходимо ее оплачивать. У этой войны женское лицо. Это вранье, что оно не женское. Оно женское. Потому что миллионы, миллионы матерей стоят, и именно на этих женских руках держится тыл. Сыновья, которые пошли, они исправят этот мир к лучшему. Что дети, которые потеряли своих отцов, и те, которые не потеряли, когда вернутся, они будут жить по-другому. О том, что на нас сегодня лежит, наверное, самая большая ответственность. Потому что именно то, как мы настраиваем своих мужей, своих любимых, своих женихов, своих детей внутри семьи, вот так они себя ведут во внешнем пространстве. Конечно, мы говорим, что муж – это голова. А еще война держится на простом народе. Любят повторять гости на различных интервью в России. Там даже не упоминают о том, что именно Кремль вторгся в Украину. Простой россиянин, тот, на котором, как говорится, держится, и всегда держалась страна. Вообще-то на простых людях держалась. Вообще они всегда выигрывали войны, тянули все. Чтобы простому народу было легче тянуть путинскую войну, в Совете Федерации РФ предложили создать Министерство счастья. Все другие проблемы хуже решены. Видимо, считает Валентина Матвиенко. Немедленно закон о всеобщем счастье. Вот вы знаете, я мечтаю, даже предлагала. Давайте мы создадим в России Министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить... Через то ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет того, а сделает ли этот новый закон или новое постановление правительство людей более счастливыми. Эксперты на интервью, спикеры, выступающие с милыми улыбками, будто погружают россиян в сон и внушают им, по каким правилам выгодным для государства жить, а еще лучше умереть. Без образования, в чужой стране, бросив несколько детей на произвол судьбы в путинской России. Спасибо. Спасибо.